Смотрите на ванну, постоянно анализируйте, насколько она жидкая и как она течет. Дуговая сварка. Часть вторая. Привет, меня зовут Стив Блайл и я сварщик. Когда вы работаете в сварочной индустрии или домашней мастерской, сварка всегда работает похоже. Вам надо соединить два куска металла, чтобы они держались. Есть много возможностей соединить различный металл. Не только различная толщина, положение сварки или требования к прочности, но также индивидуальные техники и мастерство каждый сварочный шов делают индивидуальным. Поэтому давайте рассмотрим основные идеи. Независимо стационарный или переносной сварочный аппарат, он обеспечивает AC переменный ток или DC постоянный ток. На электрод переменный ток течет в обоих направлениях, возникает перерыв в течении тока. Некоторые сварочные электроды разработаны со стабилизаторами в обмазке, чтобы удерживать тугу, несмотря на перерыв. Сварочники для постоянного тока обеспечивают сильный поток электронов. В одном направлении, направление тока называется полярность. Она определяется тем, как провода подключены к сварочнику, DC плюс на электроде. Полярность обычно используемая для сварки листового металла. Обычные электроды, используемые для сварки углеродистой стали, быстро остывающие и заполняющие с характеристиками, подходящими для разных ситуаций. Быстро остывающие имеют сильную дугу, помогающую сжигать загрязнения на поверхности. Движения по кругу или из стороны в сторону помогают сформировать сварочный шов. Из-за тонкого слоя шлака можно варить шагом для максимального провара. Для вертикального шва 6010 и 6011 могут быть использованы для сварки с подачей вверх или вниз. Это хорошие электроды для прихватки и слегка ржавого металла. Также заваривание зазоров или плохо подогнанных соединений. И для первого прохода для хорошего провара. Заполняющие электроды проникают не так глубоко, они формируют шов. Стабилизаторы в обмазке 6013 делают его самым простым в использовании. Небольшой слой тяжелого шлака удерживает дугу в ванне. 6013 также может использоваться с подачей вверх и вниз для вертикальной сварки. Для сварки общего назначения 6013 делает более гладкий финишный шов. 7018 содержит в обмазке железную пудру. У него также пониженный водород. Толстый шлак покрывает всю ванну исключая места прямо под электродом. Можно варить прямо или движениями из стороны в сторону. Дугу надо удерживать на переднем краю ванны. В вертикальном положении 7018 надо варить наверх. 7018 требует лучшего управления электродом, но обеспечивает очень крепкий шов для нагруженных ситуаций. И обеспечивает очень гладкий шов для сварки любого металла. Сварочные электроды доступны в любом количестве. Хорошо бы иметь на руках быстро остывающие и заполняющие электроды. Закройте себя хорошими перчатками, шапкой. Держите чистыми фильтры в сварочном щитке. Также всегда носите защитные очки. Перед тем, как зажечь дугу, устройтесь удобно. Чиркните, чтобы зажечь дугу, и перенесите электрод в начало. И начинайте сварочную ванну, удерживайте постоянно зазор дуги. И установите ток достаточно большим для его образования. Расплавленный металл следует за теплом. Проверьте, что края заполнены, чтобы не оставлять подрезов. Поставьте точку, оставив немного дополнительный металл, и погасите дугу по шву. Вам надо проверить ваш шов на наличие дефектов. Вам надо видеть шов, когда он делается. Это целиком ручной процесс. Управляйте теплом и заполняющим металлом. Во время сварки, наблюдая и понимая сварочную ванну, смотрите после электрода, фокусируясь на сварочной ванне. Смотрите на края и на формирующийся шов. Постоянно анализируйте, как она течет и насколько она жидкая, и вносите поправки, когда это необходимо. Установки тока задают ток через электрод. Это главный регулятор количества тепла для сварки. Если тока мало, то ванна имеет очертание электрода. При увеличении тока генерируется тепло, достаточное для формирования сварочной ванны. Тогда начинается провар, и вы управляете краями ванны и формированием шва. Не бывает точных установок тока. Фактически каждый сварщик видит их по-разному. Также влияет толщина металла и положение для сварки, будет требоваться различное количество тепла. Смотрите на ванну, смотрите по сторонам и смотрите на электрод. Когда ток увеличивается, ванна проникает глубже и растекается. Наконец, заполняющий металл становится таким жидким и бурлящим, что вы просто не сможете больше управлять им. Экспериментируйте с установками тока для хорошего провара и более гладкого шва. И ставьте ток настолько большим, насколько можете удерживать ванну, чтобы она не становилась слишком большой и неуправляемой. Из-за характеристик обмазки ванна будет вести себя по-разному, в зависимости от типа электрода. Вся ванна видна при использовании 6010 и 6011. Шлак покрывает верхний край U6013, но расплавленный металл еще виден по краям, и ванна должна легко управляться электродом. В 7018 шлак покрывает всю ванну, но вы еще можете видеть течение по краям, а также шлак остывающий в стороне от электрода. Во время сварки заполняющий металл застывает внизу под шлаком, а шлак остается расплавленным. В горизонтальном и вертикальном положении шлак может капать. Не обманитесь, подумав, что шов слишком горячий. Вам, возможно, придется проэкспериментировать с установками тока для 7018, но вы получите лучший результат с более горячими установками. Неважно, какой электрод вы используете, ток только обеспечивает тепло. Угол наклона определяет, как быстро металл будет прогреваться. Если электрод перпендикулярный, сварочная ванна формируется и растекается быстро. Можно двигаться быстрее. Чтобы ограничить провар на тонком металле, откладывается меньше металла для небольшого шва или уплощается шов в ложе. Если электрод наклонить, тепло уходит из металла, позволяет делать меньшую скорость сварки для формирования шва. Если наклонить электрод слишком сильно, металл не прогреется, сварочная ванна будет узкая, а шов будет выпирать, и вы потеряете управление по краям ванны. Для большинства подогнанных соединений, вы можете удерживать постоянный угол электрода, чтобы формировался плотный шов. Однако, в некоторых ситуациях, вам надо будет менять угол электрода во время сварки. Для заполнения зазоров соединений электрод можно наклонить сильнее, замедляя перенос металла и удерживая размер шва. Потом поднять электрод, чтобы закончить шов. Для управления углом электрода нужна практика. Но вам надо оставаться свободным и расслабленным. Когда вы варите горизонтальный шов, встык или угловой шов, вам надо удерживать постоянную ширину ванны. Наблюдайте за ванной. Если скорость слишком велика, металлу не хватит времени, чтобы прогреться, поэтому ванна будет очень узкая. Если скорость слишком мала, металл разогреется и ванна будет расширяться. В зависимости от электрода, металл может растекаться в разные стороны или скатываться волнами. Всегда управляйте размером ванны и скоростью сварки. Последнее – это зазор дуги. Это расстояние от электрода до металла. Сварочник для листового металла использует источник энергии постоянного тока. Когда установлен ток, напряжение меняется для удержания дуги. Надо избегать втыкания электрода в металл или удерживания электрода слишком далеко. Но вы можете использовать небольшие изменения зазора дуги для управления теплом и формой шва. Это трудно. Но средняя длина дуги используется для формирования шва. Короткая дуга уменьшает тепло, остужая ванну. Попробуйте короткую дугу на вертикальном шве 7018, у вас будет более толстый шов. Небольшое удлинение дуги вызовет увеличение тепла и ванна растечется. Используется для перпендикулярного положения электрода и мелких швов или уплощения шва на тяжелом металле. Важно удерживать правильный зазор. Изменение зазора дуги изменяет количество тепла и становится трудным удерживать ровную ванну. Если рассмотреть все аспекты сварки, то есть много возможностей. Каждый варит по-разному. Практикуйтесь и экспериментируйте. Старайтесь, чтобы ванна делала то, что вам нужно. Смотрите, как варят другие, если есть у вас возможность. Вам надо видеть ванну в конце электрода. И выработайте стиль, подходящий вам. Мы наблюдали нагревающийся металл, чтобы позволить ванне проварить и проплавить. Перегрев тоже действует на основной металл. Металл состоит из групп атомов в форме кристалла. Когда металл нагрет до определенной температуры, если он остывает быстро, формируются мелкие кристаллы, они тверже. Остывает медленнее и позволяет атомам связаться. И образовывать большие кристаллы, что делает металл мягче. Во время сварки, металл возле шва становится достаточно горячим, чтобы изменить структуру кристаллов. Относительно небольшая нагретая область. Остынет быстрее и даст меньше кристаллы. Они станут твердыми и расположены будут возле шва. Сварка также вызывает в соединяемых кусках металла натяжение. Горячий металл расширяется. Во время сварки металл накладывается в наиболее расширенном состоянии. Когда он остынет, он сжимается. Если металл может двигаться, его будет тянуть в направлении шва. Если куски металла зажаты, расплавленный металл все равно будет сжиматься, вызывая остаточное напряжение в металле. Есть много способов избежать этого. Для металла, который свободен, если возможно, варите с обеих сторон, чтобы уменьшить уход. Для труб или квадратов используйте последовательность швов, чтобы управлять уходом. Большая разница температур дает большой эффект на металл. Если сильно холодно, используйте горелку, чтобы нагреть металл. Появится конденсат. Грейте, пока влага не высохнет. Также, если вы варите высокоуглеродистую сталь, которая не слишком хорошо переносит растяжение и сжатие, предварительный нагрев может быть необходим, чтобы избежать шов от трещин, когда он будет остывать. Низкоуглеродистая сталь усталость на растяжение и сжатие. Для трубной стали и нагрузки на конечный продукт. В большинстве случаев, проект конструируется так, чтобы нагрузка на шов не была близка к максимальной прочности шва или металла. Начнем сварку. Сначала необходимо избежать швов больше, чем необходимо. Когда вы закончите, металл медленно остынет. Если металл сломается возле шва, то вам надо пересмотреть либо толщину металла, либо весь проект. Хорошо, давайте соединим два куска металла вместе. Сварные соединения. Первый шаг перед любым типом сварки – это подготовка металла и подгонка соединения. Если вы работаете с новым металлом, в основном надо обработать заводскую чешую, темное покрытие на поверхности. Используйте шлифмашинку, чтобы очистить металл от краски или ржавчины. Загрязнение на поверхности вызывает поры, непровар или проблему с дугой. Когда вы режете металл, сохраняйте края прямыми, прямоугольными. Если используете горелку, уберите остатки процесса отрезания. Во время подгонки делайте хорошие прихватки, чтобы удержать элементы, и сохраняйте постоянный предварительный зазор. Неровный зазор в соединении для сварки делает сварку более трудной, чем она должна быть. Мы избежим много проблем с очисткой металла. Затратьте время на подгонку. Есть много разновидностей сварного соединения. В основном есть четыре типа. Соединения бывают встык, внахлёст, Т и угловые. При соединении встык шок должен провариться в глубину, и глубина заполняется металлом не меньше толщины самого металла. Для максимальной прочности используйте стопроцентный провар с полностью проплавленными краями. При соединении внахлёст шов называется ленточным. Он укладывается на высоту и ширину, равную толщине металла, и шов слегка полукруглый. Ленточный шов также используется при Т-соединении, когда один элемент присоединяется к поверхности другого. Сварка с обеих сторон уменьшает необходимый размер шва, обеспечивая крепкое соединение. Угловое соединение бывает краями или углом. Подготовка металла и подгонка обеспечивает достаточный провар и объём шва. Остановимся на соединении встык. Он может делаться на пластинах, плоских брусках, угловатых трубах и квадратных трубах, с толщиной металла до 3 мм. Делайте края прямыми и квадратными для хорошего соответствия. В целом получите хороший провар, просто поставив куски вплотную, особенно если вы варите с обеих сторон или по кругу. Для листов или брусков сделайте прихватки по краям, чтобы помочь переносу тепла. Для квадратных труб прихватите углы, прихватывая противоположные края по порядку. Если вы планируете шлифовать шов для гладкого результата, вы можете оставить небольшой постоянный зазор. Когда возможно, начинайте на внешнем краю и кладите больше металла на шве. В плоском положении держите электрод почти перпендикулярно металлу. Можете варить 6010 и 6011, используя круговые движения. Немного уменьшите ток и варите быстрее, чтобы обеспечить провар, но не прожечь металл. Для более гладкого шва попробуйте 6013 или 2,3 мм 7018, используя движения из стороны в сторону. Для горизонтального шва держите электрод почти перпендикулярно шву. Наблюдайте за ванной. Для 6010 и 6011 измените скорость сварки, чтобы ванна растекалась и не перегревала металл. Смотрите наверх, чтобы избежать подрезов. 6013 и 7018. Варите прямо, без движения электрода. Удерживайте постоянный зазор дуги и скорость сварки. Если вы можете установить соединение, 3 мм металлу легче варить в вертикальном положении вниз. 3 мм металл довольно тонкий для электрода, поэтому попрактикуйтесь на отдельной железяке, чтобы понять какой ток использовать и с какой скоростью варить. Начиная с 3 мм, нужно скашивать края. Для хорошего провара. Скос делается под углом 30 градусов. Верхний край прямой, на нижнем краю делается плоское приземление. Держите шлифмашинку под небольшим углом, используя нижний конец диска для снятия металла. Когда почти готово, используйте весь диск для выпрямления и выравнивания. Для толстого металла легче сделать скос с помощью горелки и отшлифовать его болгаркой. Аргументом для скоса служит управление ванной в глубине соединения. Если скос узкий, вы не сможете достать электродом до дна. Тогда вы можете расширить выборку болгаркой. Подрежьте, используя изгиб диска, чтобы расширить скос. Скос может быть разделен на 3 части. Корневая, это там где проходит первый проход. Он сплавляет дно соединения, заполнение и крышка. Есть несколько возможностей подогнать соединения встык. Есть разница, как говорится, между корневым проходом. Части со скосом могут оставлять небольшой зазор. Тогда в первом проходе возможен глубокий провар. Для 100% провара. Используется подкладка. Тогда первый проход проваривается в 3 куска. Или оставляю зазор между пластинами. Корень проплавляется, фактически появляется шов на обратной стороне. После первого прохода, остальные проходы заполнения до крышки одинаковы. Итак, посмотрим на то, как начинается соединение. Каждый раз, когда вы варите скос, надо держать электрод почти перпендикулярно металлу. Чтобы вершина шва была плоской. Если наклонить электрод, появится макушка. Оставляя шлак, который будет мешать следующему проходу. Чтобы шов был ровный, надо срезать шлифмашинкой выступы, вызывающие пятна. Поэтому легче удерживать ровность шлифмашинкой. И пытайтесь исправить на следующем шве. Также, если шов все-таки начал выступать внутри скоса, используйте болгарку, чтобы срезать вершину для избежания захвата шлака. Не все сварочные ситуации требуют 100% проникновения. Это зависит от типа нагрузки на шов. Но всегда надо делать скос, оставляя хоть небольшой зазор. 60-10 и 60-11 обеспечивают хороший провар и делают первый проход немного легче в любом положении шва. Можно использовать плетку или шагообразное движение, выдавливая для провара и толкая в ванну для заполнения. Смотрите на оба края, чтобы избежать подрезов. Для нарастания шва используйте модифицированное круговое движение. Всегда возвращайтесь на передний край ванны на дне соединения. Если вы справляетесь с ванной, вы также можете использовать заполняющий электрод 60-13 и 70-18. Держите электроды точно перпендикулярно. Используйте небольшие движения из стороны в сторону. И избегайте прикрепления электродов к стенке. В зависимости от скоса и зазора, возможно, придется следовать металлу для поддержания постоянного зазора дуги. Основной металл становится толще из-за заполнения скоса и берет больше тепла. Когда варите, смотрите на края ванны. Как она плывет и приплавляется по краям скоса. После первого прохода отбейте шлак, почистите щеткой. И мы готовы для заполнения шапки. Если вы можете достать обе стороны металла, вам лучше проваривать обратную сторону для более крепкого шва. Вырежите чистый металл. Сохраняя одинаковую глубину и ширину, немного наклонив электрод, замедлите скорость сварки и сделайте шов. Немного пошире, чем канавка. И вровень с поверхностью. Некоторые сварочные ситуации требуют полного провода для крепкости. Если свариваемые куски не точно подогнаны или из высокоуглеродистой стали, имеют тенденцию к трещинам на первом проходе, используется подкладка. Скос вместе с подкладкой используется для проверки структуры. Цель расплавить и проварить нижние края в подкладываемой полосе. Подготовьте скосы с несколько меньшим углом 22,5 градуса и с тонким краем. Почистите заводской налет, с подкладкой узкая полоска будет привязана. Не давайте поверхностям загрязнения нагреться. Плотно приложите накладку с зазором 6,3 мм. Этот тип соединения обычно варится по крайней мере с 3,5 до 22 мм и вам надо достать до дна шва электродом. Можно даже сделать прихватки с обратной стороны или со скоса. Если со скоса вырежете болгаркой до чистого металла. Всегда держите в уме, что расплавление скоса нужно держать вверх шва относительно плоским, чтобы не было захвата шлака. В плоском положении держите электрод почти перпендикулярно, чуть-чуть наглонив на шов. Держите дугу на переднем крае ванны, со слабыми движениями из стороны в сторону. Обращайте внимание на зазор дуги. Вы должны видеть края ванны при плавляющейся краям скоса и избегайте выступания шва. Когда вы используете 7018, внутри скоса держитесь впереди ото шва и шлака. Если расплавленный шлак попадет перед электродом, он может или ослабить дугу, или ограничить проплавление металла по краям на вертикальном шве. У вас будут проблемы при плавлении с основного металла к подкладке, вам надо удерживать шов плоским, без подрезов по краям. Режьте электрод перпендикулярно металлу, или немного наклоните. Ванна должна вытекать из плоскости шва. Но надо избегать подрезов. Двигайтесь быстро, чтобы не было перегрева металла, из-за которого ванна выплеснется вниз. Вам может понадобиться немного уменьшить ток. 5 ампер или типа того. Но не уменьшайте слишком. Бывает много проблем на вертикальном шве, когда он холоднее, нежели когда он горячее. Помните, ток только дает тепло. Скорость сварки, угол электрода определяет насколько горячим будет металл. На соединении встык над головой не надо делать слишком больших швов. Электрод держите перпендикулярно. Подстройте скорость сварки, чтобы ванна расходилась без перегрева металла. Большинство проблем в потолочном шве идет из плохого управления электродом. Когда конец электрода скачет, меняет зазор дуги, и поток тепла непостоянный и несфокусированный. Найдите способ укрепиться, чтобы вы могли управлять электродом. Также, если угол направлен на заднюю часть шва, расплавленный металл возьмет тепло и вызовет выпадение в ванны. Горизонтальная обычно не используется для сварочного теста, но попадается в практических ситуациях. Наклоните электрод вверх и немного на шов. Используйте нижнюю кромку скоса как упор, помогающий держать шов, который будет помогать мелким движениям электрода. Смотрите наверх и толкайте ванну вверх. Установите ток, достаточный для высокой скорости сварки, чтобы не перегревать основной металл, что сделает ванну слишком жидкой. Не старайтесь тянуть много металла в горизонтальный шов. Позвольте частями связаться им вместе. И удерживайте заполняющий металл от проседания. Последний тип корня – это V-образное открытое соединение встык. Посмотрим на электрод 6010. Глубоко в зазоре появляется шов на обратной стороне металла. Подготовка и подгонка являются критичными, поэтому потратьте время, чтобы металл был готов. Края скоса должны быть прямыми и прямоугольными. Уберите весь заводской налет на обратной стороне. Располовиньте и почистите внутри квадратные или круглые трубы. Приземление должно быть одинаковым. Используйте напильник, чтобы срезать выступающие точки. С тремя миллиметрами 6010 я использую 1,6 миллиметра с приземлением. 1,6 миллиметра – размер зазора с приземлением может немного изменяться. И если вы поняли, что вы хотите, используйте это для каждого шва, который вы делаете. Нижняя часть металла – 1,6 миллиметра. С проставкой, задающей зазор. Сделайте прихватку, запихивая электрод прямо в зазор. Перед тем, как закончите прихватку, уберите проставку. Прихватки остынут и сожмутся и зажмут проставку. Уберите проставку, проверьте шов на ровность и закончите прихватывать соединение. На тяжелых элементах после первой прихватки используйте маленькую или среднюю отвертку, чтобы зазор был одинаковый. Из-за конечности вы сможете убрать ее, после того, как шов будет прихвачен полностью. На квадратных трубах прихватите противоположные концы для труб в противоположные стороны. Проверьте, чтобы был одинаковый зазор, выпрямите его, если надо. После этого оставьте еще две прихватки. Коренные проходы в плоском горизонтальном и вертикальном положении над головой делаются одинаково. Вырежьте края, чтобы были тонкие. Держите электрод перпендикулярно металлу, чиркните искру прямо на поверхности и затолкните электрод в ванну и начинайте двигаться. Заполняющий металл будет расти по тонким краям прихватки, а затем он протечет насквозь. Тогда двигайтесь настолько быстро, насколько вы можете заполнять зазор. Если не протекает насквозь, тогда вы будете видеть, как металл растет за электродом назад по скосу. Большая часть искры будет на обратной стороне. Где строится шов на обратной стороне металла? Вам захочется поставить довольно большой ток. Начните с такого, какому вы верите в плоском положении. Если вы прожгли дырку, лучше остановитесь. Вернитесь электродом назад по шву. Начинаем на краю дырки и продолжаем варить. Когда закончите шов, вырезаете края дырки, чтобы они были тонкими с обеих сторон и заполняете ее. Некоторые процедуры сварки требуют верхнего корневого шва. Обычно вам надо ток на 5 ампер, не меньше. Самое простое – подготовить металл таким же образом. Ведите одинаковый шов, держите электрод перпендикулярно и варите настолько быстро, насколько зазор заполняется. Некоторые сварщики любят делать приземление более тонким. Движение шагом копнет канавку, затем ее заполняет. Копнет дырку и снова заполняет. Всегда держите электрод глубоко внутри шва. Другие сварщики любят оставить более толстое приземление и широкий зазор. И снова используйте движение шагом, положили металл и проверили, что приплавили на нижнем углу. Недостаток движения шагом – это возможность остановить подрезы на обратной стороне. Достоинство, что вы видите, как делается корень для 100% провара. Делать корневой шов шагом вверх также работает, когда зазор неоднородный или с пятнами. Шов с обратной стороны будет выше поверхности, с полностью проплавленными и проваренными краями скоса. В неудачных местах возможен недостаточный провар. Если скорость сварки будет слишком низкой, шов будет выпирать с обратной стороны, вызывая излишний провар. На передней стороне, из-за загромождаемости металлом, он будет выпирать и появляются подрезы с обеих сторон. Вырежьте выступающий металл, чтобы не было захвата шлака. Металл для шлифовки будет тонким, поэтому надо сделать другой шов, называющийся горячим проходом, который возьмет больше металла и сожгет оставшийся шлак. В 60-10 попробуйте проход с шагами во время горячего прохода, не глубоко уходя на обратном ходе. Используйте быструю подачу. Поэтому вы можете прогреть и смотрите по краям, чтобы не было подрезов. Также можно сделать горячий проход 3,5 миллиметра 70-18. Держите электрод почти перпендикулярно. Давайте тепло по краям, двигаясь поперек относительно быстро. Смотрите, как растет шов. Проверяйте, что края ванны жидкие, и вершина шва остается плоской. Когда дно соединения проплавлено, одной из перечисленных процедур вы можете заполнять крышку. Тут вы получите лучший результат, используя 60-13 или 70-18. Если металл не толстый, вы можете закончить одним проходом. Для тяжелого металла требуется больше заполнителя. Убирайте весь шлак между проходами молотком и металлической щеткой. Это приходит с опытом. Но простая сварка с несколькими проходами требует перехлестываться с предыдущими проходами, где только это возможно. Последний заполняющий проход должен быть слегка ниже поверхности. Постарайтесь оставить ведущий край скоса. Со слабым движением и стороны в сторону обращайте внимание на зазор дуги, чтобы электрод не прихватило по сторонам скоса. Держите электрод почти перпендикулярно и старайтесь избегать, чтобы шов выпирал. Вам может придется ускоряться и замедляться, чтобы управлять количеством переносимого заполняющего металла. Старайтесь оставить верхний угол скоса. На завершающем проходе наклоните электрод, чтобы возник выступающий шов. Используйте край скоса как направляющую, помогающую делать шов прямым. Конечно, шов должен быть толщиной металла. Проваривайте глубоко. Шапка должна быть немного шире скоса, но вровень с поверхностью металла. Заполнение большим швом не дает прочности. Только будет длиннее и сильнее нагревать металл. Если вершина слишком широкая для шапки, одним проходом надо сделать несколько проходов, сторона к стороне, чтобы закрыть шов. С небольшим движением из стороны в сторону, используя скос как направляющую, чтобы шов был прямым. Используйте внутреннюю часть скоса, как направляющую для второго прохода. Подгоняйте скорость сварки и движение электрода, чтобы двигаться возле первого шва. Последний проход в основном шустрый. Держите электрод более перпендикулярно металлу. Двигайтесь прямо и быстрее, для меньшего переноса металла. При горизонтальном слегка наклоните электрод вверх. Используйте среднюю длину дуги. Двигайтесь прямо без движения электрода. Первый проход будет поддерживать второй проход. Поэтому держите электрод перпендикулярно и двигайтесь достаточно быстро, чтобы удерживать шов. Для финального прохода пробуйте немного наклонить электрод вниз. Двигайтесь быстро для меньшего шва. На вертикальном можно использовать швы сторона к стороне или делать плеточный шов. Мелкие швы весьма легче. Используйте край шва, чтобы первый проход был ровным. Если будет много швов, пробуйте использовать другую сторону скоса как направляющую, чтобы шов был прямой. Если вам не нравится многопроходная структура, используйте плеточный шов. Начните с одной стороны. Пусть ванна закрывает края скоса. Пересекайте сцену относительно быстро. Здесь ждите, когда ванна появится и дотечет до края. Немного поднимите электрод. Пересекайте, подождите. Поднимайтесь и пересекайте. Все продвижение будет медленным. Оно будет более сильно прогревать металл, поэтому немного уменьшите ток. Используйте края скоса как направляющую, чтобы сохранять края шва прямыми. Выравнивайте шов на краях и удерживайте постоянный зазор дуги и продолжайте связывать вверх. Мы делаем возможным наварить больше металла, но требуется практика, чтобы стабильно делать ровный шов. Когда заполняете или закрываете, вам надо экспериментировать с током. Углом электрода и скоростью сварки. Учитесь управлять количеством переносимого металла и понимать, как много металла вы можете перенести, без проседания или выплескивания. Соединение внахлёст. При соединении встык мы соединяем края металла, когда один кусок накрывает другой. Это соединение внахлёст. Край и особенно верхний угол будет горячим и расплавится быстрее, чем поверхность, и будет расширяться по поверхности. Вы хотите приплавить нижний угол и заполнить его вверх слегка, полукруглым сварочным швом. Соединение внахлёст может быть сделано быстро остывающим электродом, но заполняющий электрод даст более гладкий шов. В плоском положении сварка называется горизонтальная ленточная. Нужно обсудить два угла. Один относительно металла и второй относительно собственного шва. Относительно металла, угол электрода определяет положение ленты в соединении. Угол относительно шва, угол управляет формой шва. Держа электрод перпендикулярно, тепло быстро нагревает металл, расширяя ванну для плоского шва. Если наклонить электрод назад, шов начнёт выступать. Есть много переменных. Смотрите на ванну. Для 60-10 и 60-11 держите электрод почти перпендикулярно к шву. С дугой на переднем краю ванна должна быть на нижнем краю. Толкайте её вверх. Затем введите электрод к ведущему краю. Может понадобиться ускориться или замедлиться. Чтобы разделить тепло, переводите дугу на передний край, чтобы приплавить угол. Смотрите, как ванна плывёт на верхнем краю, и привязывайтесь на нижнем. Быстро остывающий электрод даёт отличный провар и склонен сделать плоский или вогнутый шов. Даже на тонком металле можно делать второй проход для ленточного шва. Заполняющие электроды дают более гладкий шов. Удерживайте постоянный зазор дуги для ровного шва. Подбирайте скорость сварки и угол электрода, чтобы ванна всегда текла у верхнего края. Из-за того, что заполняющий металл дольше остаётся жидким, варите прямо без движений электрод. Удерживайте дугу на переднем краю ванны. На толстом металле у вас может не получится сделать ленточный шов за один проход. Тогда можно сделать за два. Верхний, меньший и плоский. И перенести больше металла и закруглить шов на втором проходе. Может понадобиться сделать даже три прохода. На тяжёлом шве используйте 7018, чтобы нижний шов не треснул. Кладите первый, приплавляя нижний конец. Отбейте шлак и почистите шов металлической щёткой. Определите, как далеко должен быть шов. Держите электрод точно вверх, немного на шов. И варите, удерживая внешний край прямым. Наклонив электрод на соединение и перпендикулярно шву, вторым швом заполняйте до верхнего края. Потолочно-ленточный шов похож на плоский, только более неудобный. Направляйте электрод в угол. Подберите его с учётом толщины металла. Держите электрод почти перпендикулярно шву. И смотрите на ванну возле края наложенного куска. Как только вы можете удержать заполняющий основной металл, от перегрева металл останется на месте. На вертикальном положении внешний край будет разогреваться сильнее, чем поверхность. Варите сверху вниз, немного наклонив электрод вверх, перенося тепло на задний кусок. Двигайтесь в угол и толкайте в ванну к краю. И назад наружу. Подберите скорость сварки, чтобы удерживать впереди ванну. И проверьте, что вы на переднем краю ванны в углу. Не будет роста шва при сварке вертикально вниз. Так что возможно понадобится второй проход. Вертикальный шов сварка вверх 7018 обеспечивает более крепкий шов. Также вы можете дать больше заполняющего металла за один проход. Всегда помните, что 7018 очень чувствителен к зазору дуги. Не прилепите его к краям, не удлиняйте дугу поперек скоса. Передавайте тепло на заднюю деталь. Как только ванна потечет, переходите в угол. Позвольте заполняющему металлу затечь на внешний край. Можно даже потянуть электрод назад, если надо, чтобы удерживать ровный зазор дуги. Назад в угол. Поперек немного, замедлившись, чтобы ванна расплылась. Удерживайте поток в положении вверх и добавьте ток, чтобы не приходилось ждать, пока края свяжутся. Если что-то не получается при сварке вверх 7018, начните с электрода диаметром 3,2 мм. Меньшей ванной более легко управлять. Вы также можете сначала использовать шаг в проходе вниз 6010 и 6011. 6010, 6011 вниз, 7018 вверх. Он обеспечивает хороший провар и заполняет углы. Легче удерживать постоянный зазор, чем варить вверх. Для тяжелого металла нужен больший шов. Вы можете штабелевать сварочные швы, сторона к стороне или использовать плеточный шов. Соединение внахлёст легко варить в любом положении. Внешний угол расплавится, особенно на тонком металле. Если верхний край неровный, выровняйте его шлифовальной машинкой. Снимите край, чтобы его выровнять. Т-образные соединения. Заполняющий электрод также используется в Т-соединении. Оно очень похоже на сварку внахлёст. Но тут нет внешнего края, который быстро нагревается. На Т-соединении верхняя часть шва будет требовать больше тепла. Поэтому наклоните электрод в угол, чтобы поднять ванну вверх. Если угол недостаточный, чтобы позволить сварочной ванне плыть вверх, остаются подрезы. С 6010 и 6011 всегда выносите тугу на передний край, чтобы сплавить края. Наклоните электрод, чтобы поднять ванну вверх. Смотрите наверх, чтобы избежать подрезов. Заполняющие электроды 6013 и, конечно, 7018 обеспечивают больший перенос металла. В плоском положении держите электрод почти перпендикулярно шву. Проверяйте, что ванна текучая сверху и снизу. Пробуйте удерживать постоянный зазор дуги и скорость сварки. Если нужен больший размер шва, попробуйте использовать электрод большого диаметра или наращивание швов. Потолочный похож на плоский. Держите электрод перпендикулярно шву и толкайте в ванну вверх. Поддерживайте постоянный зазор дуги и скорость сварки, не позволяя уложенному металлу перегреваться. Для большего числа швов наращивайте их сверху вниз. В вертикальном Т-образном соединении легче варить вниз. Используйте измененное круговое движение, всегда двигаясь на переднем крае ванны и подталкивайте ванну в стороны. Ставьте ток достаточно большим, чтобы ванна расширялась. И двигайтесь достаточно быстро, чтобы оставаться впереди расплавленного металла. Смотрите на оба края, чтобы избежать подрезов по краям. 7018 вверх позволит варить быстрее. Первый проход глубоко в углу. И наклоните электрод немного вверх. Обратите внимание на зазор дуги, когда идет вдоль металла, потом в угол по сторонам. И это незначительное движение немного в угол и поперек. Прихватывание электрода сбоку охладит шов. И удаление через шов даст больше тепла. Основная проблема при сварке вверху не удерживать правильное количество тепла. Если зазор дуги изменится, количество тепла меняется тоже. Тогда становится трудно управлять ей и удерживать металл от падения. Старайтесь удерживать зазор дуги. Как только ванна потекла в сторону, двигайтесь в угол дальше на другую сторону. Когда ванна потекла, двигайтесь назад. Установите ток под скорость сварки, чтобы вам не пришлось долго ждать по краям. Когда вы наберетесь опыта, физического управления электродом, можете попробовать переносить большего металла вверх. Пока вы учитесь варить, сначала нужно уходить глубоко в угол. Поддерживать его одинаковым и избегать подрезов. Если нужен больший шов, управляйте зазором дуги на втором проходе. Это намного легче. В зависимости от установки тока, приостанавливайтесь и смотрите на края. Чтобы ванна выплывала, двигайтесь поперек быстрее. И потом медлите, когда ванна течет к другому краю. Просто из стороны в сторону. Продолжая движение вверх. Для тяжелого металла нужен больший шов. Вы можете наращивать швы край к краю. Или использовать шов в плетку. Два соединения в любом положении подтянут в направлении шва. Если вы можете достичь обе стороны, всегда варите одну сторону, затем другую, пока не кончится шов. Угловое соединение. Последнее угловое соединение. В зависимости от положения сварки и как вы хотите закончить угол. Есть выбор в подготовке, чтобы обеспечить провар. На одной детали можно сделать скос под углом 45 градусов. Делайте его достаточно открытым, чтобы достать электродом до дна. Край скоса будет нагреваться быстрее, чем плоскость. Наклоните электрод на шов, чтобы привязать обе детали. Первый проход 60-10 и 60-11 дает хороший провар. И ими легче управлять на дне шва. 70-18 пробуйте 3,2 мм электрод для первого прохода. Особенно на горизонтальном и вертикальном положении. Делайте верх шва плоским, чтобы избежать захвата шлака использования краем как направляющих для крышки. На тонком металле вы можете прихватывать детали без скоса, а затем использовать болгарку, чтобы вырезать шов. Для некоторых проектов вы можете выбирать углы с квадратными краями. Угол также может быть подогнан с внутренними краями. Для максимального провара прихватитесь небольшим зазором. Этот тип соединения требует меньшего приготовления металла. И для некоторых проектов можно полировать края шва или сделать скос через угол. В горизонтальном положении направьте электрод в угол, почти перпендикулярно шву и удерживайте постоянный зазор дуги. Когда обе детали имеют одну толщину, они должны нагреваться ровно и довольно быстро. 7018 подберите скорость сварки, чтобы ванна текла возле верхнего и нижнего краев. Двигайтесь достаточно быстро, чтобы металл не проседал. Из-за того, что оба края быстро прогреваются, заполняющий металл будет более жидкий. Оставляйте достаточно металла, но так, чтобы он не проседал. Надо сделать два прохода, чтобы заполнить соединение. Первый проход делайте так, чтобы он расплавил угол и нижний край. Используйте второй проход, чтобы заполнить вершину. Для толстого металла планируйте сварку, немного с углами между серией проходов. В вертикальном положении вниз делается более плоский шов и возможно будет требовать более одного прохода. При вертикальном вверх 7018, внешние края будут быстро расплавляться. Попробуйте электрод меньшего диаметра для лучшей управляемости. Обращайте внимание на зазор дуги вдоль основного металла и в угол вдоль края. Продолжайте двигаться, немного колебаться на внешних краях. При любом типе углового соединения делайте так, чтобы толщина шва была равна толщине металла. Если есть вопросы к прочности шва, вы можете положить ленточный шов на внутренней стороне. Это будет стягивать детали внутрь. Когда возможно, всегда делайте сначала внешний шов. Я думаю, у вас появились идеи, как можно соединить две металлические детали вместе. Есть много различных возможностей для подготовки и подгонки, чтобы обеспечить провар способов изменения ухода металла и уменьшить количество переносимого металла. Независимо от типа соединения, над которым вы работаете, вам надо экспериментировать с током и углом электрода и скоростью сварки. Учиться управлять количеством переноса металла и понимать, сколько металла вы можете перенести до того, как он просядет или выпадет. Когда надо, подстраивайте скорость сварки, чтобы управлять ванной. И используйте угол электрода, чтобы управлять формой шва. Фокусируйтесь на сварочной ванне, смотрите на привязку краев и не перегревайте металл. Кроме того, потратьте свое время, изучите вопрос и работайте безопасно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»